Добрый день, уважаемые зрители канала Катранган. Рады вас приветствовать. И в данном видеообзоре мы расскажем вам вот о такой вот замечательной маске вот известного французского бренда Боле. Горнолыжная маска имеется в виду, которая называется Квазар ОТГ с фильтром Вермильон. Вермильон фильтр, рассчитанный на среднесолнечную погоду, назовем это так. То бишь, не абсолютно солнечную, а такую слегка солнечно-переменную. Вторая категория затемнения, поэтому как бы для солнечной не очень подойдет. Фильтр, как видим, сам по себе розового такого оттенка, который позволяет нам в те моменты, когда, допустим, не самая солнечная погода, четче различать непосредственно ландшафт, добавляя немного контрастности, соответственно, проявляется ландшафт, предупреждая вас о возможных неровностях, которые могут на нем случиться, ну, соответственно, дабы избежать падения. Что еще можно рассказать о данном фильтре? Он, естественным образом, двойной, как у всякой уважающей себя современной маски. Сделано это для того, чтобы уменьшить, максимально уменьшить возможность запотевания его с внутренней стороны, дабы, скажем так, снизить перепад температур между, скажем, окружающей средой и подмасочным пространством. Ровно для этого и требуется двойной фильтр. На внутренней поверхности которого, помимо прочего, присутствует противопокрытие от запотевания антифок, так называемый. А с наружной стороны данный фильтр покрыт дополнительной защитой антискретч, собственно говоря, против царапин. Учитывая, что выполнен данный двойной фильтр из поликарбоната, да еще с дополнительным антискретч покрытием, то есть фильтр очень надежный, как-то его сломать будет достаточно сложно. Ну и прекрасно защитит ваши глаза от всевозможных неприятностей. При падении, либо то при езде, всевозможные ветки, если по лицу могут хлестнуть. Замечательно защищает глаза. И в целом хороший фильтр. Фильтр, опять же, как мы с вами видим, сферический. Сферический фильтр добавляет нам немного, скажем, плюсов. То есть улучшает обзорность данной маски. Это, во-первых, кроме всего прочего, уменьшает количество искажений по периферии, скажем так, зрения. То бишь, вы будете четко и хорошо наблюдать все, что происходит вокруг вас на сконе. Что бывает крайне и крайне полезно. И дополнительно в фильтре присутствуют сверху такие вот прорези. Это активная вентиляция, которая работает за счет набегающего воздушного потока при катании. Тем самым несколько охлаждает подмасочное пространство. И позволяет, скажем так, отводить наружу излишнюю влагу. Для этого также служат вот эти дополнительные вентиляционные каналы, прикрытые поролонщиком, как мы видим, сверху, так и снизу. Вот такие вот еще небольшие каналы с двух сторон. Теперь немного о самой оправе. Оправа, как мы видим, такая вот интересная, клетчатая. В общем, достаточно, я бы сказал, стильная. С не самой узкой переносицей, прошу заметить, что подойдет многим, поскольку не всем людям подходят там, допустим, зауженные переносицы. Возникает ощущение перекрытости носовых, скажем так, носовых каналов. То есть, некоторые затруднения с дыханием. В данном случае, я думаю, что таких вопросов возникнуть не должно. Ну и поскольку у нас присутствует в названии данной маски приставка ОТГ, то это обозначает следующее, что данная маска предназначена для катания, в первую очередь для тех людей, которые помимо маски используют также еще и корректирующие очки. То есть, обычные с диоптриями. На внутреннем уплотнителе, как мы видим, присутствуют две прорези по бокам, причем такие, достаточно солидного размера. То есть, под данную маску можно без проблем одеть какие-либо обычные корректирующие очки с диоптриями. Для тех, у кого, скажем, ослабленное зрение. Это очень полезно и очень удобно для таких людей. Опять же, в связи с тем, что несколько эта маска специфична, она не может быть слишком узкой. То есть, мы видим с вами, что маска, в общем-то, более-менее широкая. Это, опять же, все для того момента, чтобы очки, которые помещаются под маску, их желательно, конечно, подобрать какие-нибудь поменьше. Но, тем не менее, чтобы они не соприкасались с фильтром непосредственно самой маски. Ну и, как бы, не шкрябали друг друга и не мешали друг другу. То есть, не доставляли дополнительного какого-то дискомфорта и неудобства. О самом уплотнителе. Уплотнитель, как видим, опять же, у нас такой, типа, трехслойный пирог. То есть, сначала идут два варианта поролона с разной плотностью для лучшего прилегания уплотнителей маски вообще к лицу. И, скажем так, финальная часть – это такая вот гипоаллергенная вставочка, которая, мало того, что впитывает излишки пота, если такие организовались у вас в месте прилегания. Также служит более комфортным, более комфортные, более комфортных ощущения предназначены при использовании данной маски. Ну и, соответственно, не вызывает никаких побочных реакций с возможных, там, как бы, аллергий. Для тех людей, у кого чувствительная кожа, я думаю, это будет, в общем, крайне полезно. Теперь немного о стрепе. Стреп выполнен на таких вот подвижных, пластиковых, как это правильно сказать, завесах, что ли? Нет, не завесах. Ну, в общем, на таких вот пластиковых крепежах подвижных стреп вделан непосредственно у них. На стрепе имеется вот такая серебристая, такая металлизированная вышивка, соответственно, на боли, как мы видим с вами. Ну, в общем, так выглядит одновременно стильно, как бы и строго, и достаточно симпатично. Клетчатый рисунок в соответствии с рисунком на маске, как мы понимаем. То есть, в целом, выглядит достаточно стильно. Еще один интересный момент. На данном стрепе сзади присутствует вот такая вот застежка. Застежка Fastex. Собственно говоря, мы видим с вами две регулировочные такие вот планочки. При помощи которых мы можем раздвигать, либо сдвигать, то есть увеличивать, либо уменьшать пространство под стрепом. И, соответственно, вот такой вот Fastex, который значительно упрощает нам одевание данной маски на шлем. То есть, мы непосредственно приставили маску к лицу, поверх ваших очков с диоктриями. Мы, скажем, приложили аккуратно, после чего в натяжечку отверли стреп за шлем, соответственно, и сзади застегнули. Чуть поправили, соответственно, как вам удобней. Заправили стреп сзади в фиксатор на шлеме. И можно без проблем кататься. Кроме всего прочего, на внутренней стороне стрепа, вот я пробую показать, присутствует также силиконовая полоса, которая предотвращает самопроизвольное сползание, ползание, ерзание данного стрепа по поверхности шлема. Тем самым, предотвращая всякое разное перекашивание маски у вас непосредственно на лице, будь то какие вибрации, если вы почему-то не очень ровно уедете, либо вообще какая-то легкая тряска, этот стреп будет хорошо держаться. И маска не будет у вас никак перекашиваться ни в какую сторону. Ну, пожалуй, все, что можно рассказать об этой замечательной маске. Действительно такая достаточно забавная, интересная маска. Еще раз повторюсь, фильтр предназначен для погодных условий, скажем так, средней солнечности переменной, назовем это так, потому как от этого понятия можно идти в минус, то есть больше в пасмурность, либо больше в солнечность, скажем, назовем это так. Так вот, эта маска от середины ближе к солнечной все-таки погоде. Ну и в пасмурной, в принципе, она должна себе неплохо показывать. Единственное, что, возможно, вечером все-таки в ней будет затруднительно кататься. В целом, замечательная маска. Если не подойдет эта, подберем другую. У нас есть любые варианты, так что обращайтесь, звоните, всегда проконсультируем и поможем в выборе. Не забываем о хороших скидках для постоянных клиентов. И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok